здравствуйте на канале это он тв программа разбор полетов сегодня веду я михаил горин со мной в студии мои коллеги журналисты лазарь данович здравствуйте и павел маргулян здравствуйте приближается день выбора в израиле 9 апреля должно все свершится как любят шутить журналисты обязательно на следующий день выйдут статьи с названием и проснулись другой стране то уже стало избитым штампом но тем не менее работает что называется коллеги я хочу поговорить о таком достаточно узком сегменте этих выборов русских как это принято их называть в израиле естественно понятная речь идет не о русских по национальности а русскоязычных израильтян а так вот мой первый вопрос к любому из вас кто захочет ответить существует ли на ваш взгляд понятие русский голос поняток консолидированный некий их будет ли он играть какую-то роль и будет ли он образно говоря услышан я потому что можно все разбить на три вопроса но тем не менее вперед кто хочет павел но я считаю что русский голос практически не существует он сходит на нет с каждым предвыборным периодом концентрация русского голоса но с одной стороны вот он не существует потому что мне кажется основная масса лиги который приехала в 90-х годах растворилась в израильском обществе и в том числе и в политике израильское творилось вы выбрали себе свои партии свои свою идеологию свой подход к этой жизни как и все израильтяне как и все израильтяне стали израильтянами да но из то что осталось из так называемого русского голоса русской улицы наверное сконцентрировался вокруг партия вигдора либермана и если он пройдет электоральный барьер а под вопросом не только его партия еще наверное списка в 4 5 согласно опросам которыми никто не верит и так далее так а на чем мы еще опираться согласно опросу то тогда и его партия может стать то партия которую будет формировать правительство скажем так то есть возможно формирование правительства будет зависеть от одной партии которая наберет 4 5 мандатов от ее слова кому не порекомендует и тем самым русский голос станет станет очень важным формирование будущего правительства ты согласишься русский голос растворился нет я не соглашусь я не соглашусь сразу и есть терминологии тоже понимаете русскоязычное такое такая грубая честно говорить терминологическая ошибка сорок девятом году русскоязычными были польские евреи которые провели не дай бог войну в сибири или в мордовии да они были русскоязычными они знали русский язык и до этот русский язык с ним можно поговорить русскоязычные это алья 70-х годов то есть репатриация волны 70-х годов они тоже русскоязычные но ни коим образом кроме языка и некоторых обломков менталитета которых который можно сравнить это не каким образом ни русские ни русскоязычные они говорят по-русски но судьба у алья 70-х годов совершенно другая понимаете им было все проще и они Они были во многом мобилизованы партией АВОДА в то время. И нельзя сравнивать. Нет такого понятия русскоязычные, как электорат. Но в то же время есть русскоязычные, давайте возьмем в кавычки, люди, говорящие по-русски, объединенные, если уж на то пошло, если речь о голосах, социально-экономическими проблемами. Отчасти социально-экономическими, отчасти, ну, как сказать, ментальными. То есть, такой тяжелой, тяжелейшей судьбы, как у Алии 90-х, ни у одной волны репатриации, не считая, конечно, тех, кто приехал сразу после войны и жил в... А как это конвертируется в политические пристрастия? Это прекрасно конвертируется в политические пристрастия. Потому что о том, что примерно 250-300 тысяч израильтян, приехавших из СССР и СНГ, оставляют умирать, по сути дела, в нищете, не дав им заработать пенсию, тем, кто приехал с 40 и старше. Об этом вспоминают перед самыми выборами. Вот тогда конвертируется голос. А, как, а, мы же забыли этих. А потом, когда уже, ну и шут с ними, после выборов-то, ну и шут с ними, каждые 2,5-3 года шут приходят за ними. Так конвертируется голос. Так иногда обманывают. Некоторые партии, не будем называть, чтобы не приняли за пропаганду или антипропаганду, которые кричат, мы занимаемся вопросами русскоязычных пенсионеров, нам спать не дают этот вопрос, утром мажу в утроброд, сразу мысль, а как народ, в данном случае русский, да, русскоязычный. Потом сразу забывают. По сути дела, прав Павел, одна единственная партия, которой деваться бы некуда от этой проблематики. Просто некуда деваться от этой проблематики. Она не может сказать на следующий день после выборов, вы меня неправильно поняли, и вообще-то мне на вас наплевать, как это сделают и большие партии, и практически все до одного участники сегодняшней предвыборной гонки. Ну хорошо, к другим мы еще вернемся. Павел, вопрос. Многие средства массовой информации в последние, вот в это время сейчас, когда активно анализируется предпочтение возможной или антипатии израильских избирателей, пытаются проанализировать вот эту самую русскую тему, в кавычках, естественно. Ну, во-первых, опять-таки, у многих, как я обратил внимание, есть практическая такая печать, что русская община голосует всегда за правые партии. Я хотел бы узнать вашу точку зрения по этому поводу. Это первое. И второе. Вот Рэшет Бетт посвятила тоже достаточно большой анализ этой теме, и в качестве эксперта они попросили отреагировать известного журналиста Зеева Кама. И он обратил внимание, в одном из аспектов анализируя эту тему, что разные партии обращаются, допустим, к сугубо евретоязычной, коренной части населения, делают акценты на одних вещах, обращаясь к русскоязычной аудитории, говорят примерно уже совершенно другое, по-разному себя позиционируя, по-разному что-то обещая и так далее. То есть, условно говоря, на ивритской улице позиционируют себя правоцентристами или левоцентристами, или просто центристами, обращаясь к русским, позиционируя себя как центристами или правыми и так далее. Что это? Закономерные, на ваш взгляд, политические технологии, какое-то извращенное отношение к разным гражданам? Что это? Нет, но я не считаю, это, мне кажется, вы выбрали слишком такие драматические фразы, говорят одним одно, а другим совершенно другое, или извращения какие-то. Нет, просто они одной аудитории целевой акцентируют одни моменты, а другой аудитории целевой акцентируют другие моменты своих предвыборных программ, о которых, кстати, мы на этих выборах мало что знаем вообще, практически у большинства партий. На основе изучения, наверное, каких-то политтехнологий или тех пиар-агентств, с которыми они работают на русском рынке. Те им говорят, понятно, что русский рынок, я беру в кавычки. Те им говорят, какие темы актуальны. Вот Лазар осветил, тема пенсии очень актуальна для русскоязычной алии. И, конечно же, любая партия, которая обращается к репатриантам, будет педалировать эту тему или подчеркивать эту тему. Вопрос в том, насколько они решат, потому что она практически не решается. И что может решить какая-то маленькая партия в такой глобальной проблеме, я очень тоже сомневаюсь. Для этого должны этим вопросом заняться крупные партии или, если не целиком, коалиции. Это нормально. Они смотрят, какие вопросы больше всего волнуют. Все-таки какие-то свои внутренние исследования, опросы они проводят. Вопрос в том, что недостаток внутренних опросов партии в том, что они могут говорить про них все, что угодно, не показывая их. То есть мы не знаем, что на самом деле там опросы им показали. И поэтому многие партии говорят, мы по внутренним опросам получим X мандатов. Проверить это невозможно. Это их внутренние опросы они никому не показывают. Но то, что они акцентируют разные моменты для разных групп населения, это нормально перед выбором, мне кажется. Ничего здесь слишком драматического нет. Павел не упомянул, попробуй ты прокомментировать этот стереотип о том, что русские всегда голосуют за правых. Я подкреплю свой вопрос отчасти феноменом, согласно опросам, которые сейчас происходят с партией Зеут. Это, в общем-то, партия, позиционирующаяся как части религиозная, правая или даже крайне правая, которая, опять-таки, согласно опросам, получает достаточно значительную русскоязычную поддержку, неожиданную. Я не верю опросам априори и не верю опросам в первую очередь. Ну, другого индикатора у вас нет просто. Подождите. Индикатор, это индикатор мутный и грязный. Хотя бы потому, что... Тебе звонили? Да. Да? Тебе звонили? Звонить нет, но смс-ки были. Нет, звонили, были звонки, правда, я не стал... Мне тоже, мне звонили, мне один раз звонили, и потом я был забросан страшным количеством смс-ок. В смс-ках партии НДИ не было. Просто не было. Конечно, она будет по итогам такого опроса. Но НДИ поэкционирует как правая партия. Секунду, но ее не было. Как они узнали, что она не проходит электоральный барьер? А, именно потому, что ее не было в опросе, которыми они забрасывали, Мерец и АВДА, это их была работа, их шарашек. Это их шарашки это делали. Это уже выяснили. Это выяснил суд, судья, Мерцер. Вы говорите, что этот голос может сыграть решающую роль. Его не общупывали. Это не я сказал, ты правил. Его не учитывали. Его не учитывали. То есть, меньше всего эти партии волнуют, проголосуют за них русскоязычные, израильтяне или не проголосуют. Они пробрасываются этим, как хотят. Некоторые, кто похитрее и помудрее, прямо скажем, они хотя бы это упоминают. Мы дадим вам волю. Мы вам дадим пенсии. Мы вам все дадим. Полуторное поколение будет среди нас. Мы примем их с распростертыми объятиями и сделаем министрами. Одного уже точно сделаем. Начинается вся эта возня, точно так же она заканчивается. Точно так же она на этой же ноте заканчивается на полувзвизге. Не занимается никто этой частью. Говорят, что она правая. Вы знаете, иногда меня... Вот что. Я, может быть, скажу очень непопулярную вещь. Мне кажется, что еврейское, нечто советско-еврейское у нас осталось. Очень хочется быть, ну, просто патриотом из патриотов. Очень хочется быть уж таким своим, таким правильным, что уж прям деваться некуда. Иногда это подводят. Иногда принимают, понимаете, ну, астму за нечто иное. Понимаете? Принимают. Вот иногда это принимается за провизну. На самом деле это, ну, такое боязливое горлопанство иногда. Павел, пожалуйста. Нет, я не прокомментировал, я просто не коснулся этой темы, но опросы, которым Лазарь не верит, многочисленные не только в предвыборный период, и в межвыборный период, и в различных институтах, показывают, что большинство русскоязычных патриантов придерживаются правой позиции. Да, это факт, наверное. Ну, нет, с этим никто не стоит. Хорошо, у меня последний вопрос, Павел, вот к тебе. А вообще, в принципе, нужно выделять отдельно, скажем так, русские интересы или эфиопские интересы, опять-таки в кавычках эфиопские, или французские интересы, то есть какой-то отдельной части группы населения. Ну, я не знаю, при чем здесь мое мнение, нужно или не нужно. Политики считают, что нужно. Поэтому мы на Новый год слышим поздравления с праздником Новий год от всех крупных политиков, и уже ежегодно. Поэтому на 9 мая устраиваются парады, и политики в них участвуют. Поэтому какие-то другие символы, в первую очередь... Да, взятие Бастилии не отмечают. Взятие Бастилии, да, потому что нас, наверное, гораздо больше, и, я не знаю, вряд ли поздравляют репатриантов из Франции с днем взятия Бастилии, а американцев с днем независимости. А вот русских, потому что мы огромная масса, и хотя вот мы начали с того, что мы политически разошлись в разные стороны, но сегодняшняя трагическая новость о том, что умер Георгий Данелий, объединяет нас всех, понимаете, потому что это коды, через которые прошли все мы. Через которые мы все прошли. Да, и политики опытные, и политтехнологи могут в эти точки бить для того, чтобы достучаться до нас и до наших голосов. Как только исчезнет, а оно уже, пожалуй, может быть, исчезнет только вместе с нами, как только исчезнет израильское высокомерие, патернализм, непонимание того, что они получили, как раз в разгар, в разгар очень большого политико-экономического кризиса конца 80-х годов, он бы закончился очень плохо. Он бы закончился очень плохо. Карточная система мог закончиться. Если б не приехал этот миллион. Когда они, наконец, поймут, что этот миллион приехал не побираться, что многими, многими, не скажу всеми, руководила мысль оказаться среди своих и там, где ты уже не будешь никогда, ну, не то что изгоем, но хотя бы человеком, который не пользующимся полным доверием, да, вот, как только это будет понято, тогда у каждой партии будет определенный пункт, касающийся этих самых проблем, проблем, которые были созданы этими же партиями в свое время. Вспомните, как нас встретил... У многих из них не было еще в то время. Как, нет, секунду, как нас встретил первый министр абсорбции, который сказал, что? Это было так давно, что я уже не понял. Это было давно, он сказал, абсорбция Deluxe закончилась на нас, вам она не достанется. Ну, хорошо, это уже дела на лучших дней, но мы будем еще... Мы никому ничего не забыли. Да. Хорошо, коллеги, большое спасибо за это обсуждение. На этом все. Напомню, что со мной в студии были Лазарь Данович и Павел Маргулян.